Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Уменьшат количество белил. То есть бумага может быть будет не такая ярко-белая, она будет чуть-чуть желтизной, но для работы, для нашей, для повседневной жизни она вполне приемлема. И российские производители бумаги уже объявляют о запуске новых линей к офисной бумаге без отбеливания. Так, Светогорский комбинат, поставщик бумаги Светокопи, тестирует новую желтую овсетную бумагу и картон. Программа Экономика. Колледж при ВятГАТУ впервые принимает на бюджетные места. Об этом рассказала ректор Вятского государственного агротехнологического университета Елена Симбирских. В прошлом году мы проводили на внебюджетной основе, в этом году вот первый набор, когда у нас есть 70 бюджетных мест. Направление у нас пока только одно, это экономика. Надеемся, что на следующий год будут представлены уже практически все профильные специальности, направления в соответствии с высшим образованием. Преимущество в том, что обучение в колледже проходит в стенах самого университета. Это дает возможность погрузиться в профессиональную деятельность и в жизнь самого университета. Первые экономические факультеты кафедры экономики в Кирове появились именно в аграрном вузе. Выпускницами экономфака университета являются министр экономического развития Кировской области Наталья Кряжева и министр финансов нашего региона Лариса Маковеева. Дали информации от наших партнеров. Бумага в России подорожала в разы. Кировский бизнес переходит на печать на черновиках и макулатуре. Руководитель компании «Бухгалтерия» Татьяна Максимчук предупреждает, что эта ситуация может продлиться не один месяц и рекомендует внедрять электронный документооборот. За электронным документооборотом будущее. Каждый, кто это отрицает, останется за бортом. Он не сможет поддерживать необходимую рыночную цену в связи с тем, что его расходы будут увеличиться. Мы уже с конца декабря максимально сократили использование бумаги внутри нашего офиса. Печатаем мы сейчас в экстренных случаях, перешли на электронный документооборот. Также мы помогаем и другим нашим клиентам переходить на электронный документооборот. В рамках нашей услуги «Эффективная бухгалтерия» мы как раз анализируем все эти процессы. ИДО также экономит расходы на заправку принтера, на почту, на оплату работы сотрудников, которые развозят документы. А в компании «Бухгалтерия» знают и другие способы оптимизироваться и реагировать на потрясения и нововведения. 213-112. Телефон для тех, кому нужны быстрые и разумные решения. Ольга Балезина. Новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101FM.